привет еще раз я нахожусь в своем любимом ну как любимом городе самара который все-таки так или иначе является моей родиной и все-таки поэтому наверно пожалуй один из моих любимых вот и сейчас вообще о чем видос о чем видос о том что я еду здесь по каким-то улицам по каким-то перекресткам и каждая улица каждый перекрест каждый дом напоминает какую-то ситуацию здесь вот были девушки здесь была любовь какая-то здесь был классный секс здесь у нас была групповуха здесь нам дали пиздюлей здесь меня уволили с работы я уволился с работы здесь я работал здесь но очень очень много всяких прикольных и неприкольных воспоминаний даже они грустные с и плохие страшные и их не хочется вспоминать я раша сейчас все равно все классные я сейчас все равно к этим воспоминаниям отношусь как каком-то жизненному опыту который обязательно нужно было пройти и спасибо хочется выйти поклониться этому городу вот собственно о чем видос видос о том что мне часто пишут парни или звонят или спрашивают на семинарах и так далее что делать если я с маленького городка где живет меньше ста тысяч жителей все же друг друга знают и все такое это мешает соблазнение все друг другу все рассказывают ну скажите так что самар тоже город небольшой хотя здесь миллион с хвостиком но мне это не мешало второй момент скажу тебе так что часто людям свойственно думать о себе слишком дохуя что вот сейчас всем просто вот всем только вот и заняться больше не чем как обсуждать тебя какой-то ёбри террорист как ты уже достал своими сексуальными терактами этот город ладно но сейчас по порядку все начну с того как у меня было в самаре у нас абсолютной нормой жизни у меня моего друга было знакомиться с девушками второй раз знакомились забывали про них тут там что-то не срасталось они нам не давали телефон или возможно просто там не хотели с нами общаться потому что причин может быть много и мы про это забывали едешь в машине смотришь красивая девушка или там идешь по набережной подходишь привет классно вылечит на первых секундах все нормально она улыбается и потом как только ты говоришь как тебя зовут она не утягивается лицо такой типа ты чё не помнишь мы с тобой уже знакомились причем самый прикол в том что девушки эти они знают и помнят где ты подходил как ты подходил что ты говорил во что-то был одет и и так далее там подобное то есть вот абсолютная картина у них такая четкая выстраивается по поводу на вашего прошлого общения открыто о том что до девушки заинтересовывались но возможно наличие там мужчин любимых парней кого-то еще возможно по этой причине они стали чтобы продолжать общение но не суть сейчас не об этом ты никогда не можешь нравиться абсолютно всем это это принцип который нужно понять и принятие и ничего с этим не сделать сейчас не об этом о том что это было нормально ну да второй раз с некоторыми три раза с одной девушкой был абсолютный рекорд когда мы с другом мишки познакомились с ней четвертый раз это был трэш важную может быть такой что она была там в каком-то весеннем одеяние в куртке а потом ты встречаешь ее осенью или там летом и меняется что-то в ее там одежде может быть прическу поменяла может перекрасилась она может быть очень красивый но такой вот абсолютно серой мышкой какой-то ну бывает красивые девушки а они ничем вот не привлекательны ничем не примечательны но нет какой-то изюминки в них вот и поэтому ты забываешь и когда мы четвертый раз спросили эту девушку как ее зовут у нее просто невероятное какое-то лицо такое типа вы чё охерели вообще ребята вы чё блять она уже там чуть ли не на мат перешла я понимаю что для женщины для каждой хочется быть единственной неповторимой узнаваемой но может быть мы этим самым обидели но мы не специально видит бог мужик мы реально не специально это делали потому что так так получалось вот это был такой один прикольный рекорд почему девушки отказывали нам несмотря на то что потом они нас помнят что мы такие классные веселые клёвые такой один знаменательный замечательный случай когда мы познакомились такой девушкой его зовут мы записали как лена отравилась рыбой потому что когда мы с ней знакомились она нам рассказал что недавно там отравилась рыбы вот она была такая красивая классно эффектно сексуально на ауди а5 на беленькой и потом еще я случайно несколько раз встречал и каждый раз говорил про то что слушай но вселенная значит не просто так нас послала друг другу значит нам обязательно надо пообщаться девки когда им это говоришь они на самом деле прислушиваются иногда они на это ведутся что действительно так но не просто так тебе человека посылают там большом городе в какой-то момент а я щас благодарю эти девушки за честность она нам сказала как ребята вы такие классные а мы ей просто буквально прямым текстом говоришь давай будет классно нас будет трое как хочешь будем общаться проводить время очень приятно вы такие клёвые с вами весело но понимаете ребят если сейчас я с вами затусил это просто не пройдет незамеченным но как-то так она выразилась и после этого тогда у меня не будет нет и ауди не квартира в которой я живу вообще не будет ничего она дала нам понять практически прямым текстом что да есть какой-то мужчина спонсор неважно там любит она его не любит это другое но вот который ей дает все это и естественно что если он узнает что она там с кем-то тусит еще а он у нее все это заберет ее выгонит как бы я девушек тоже могу понять но в наше суровое время возможно чем-то им приходится жертвовать жертвовать любовью не знаю жертвовать чувствами я не хочу в этом обвинить то есть тут сам факт что я тебе говорю почему возможно она она нам отказала это ее право сейчас не об этом были приколы когда был такой прикол один раз когда мы одели пакеты из-под макдональдса на голову и прорвали там дырочки специально для глаз и для рта чтобы дышалось и в этом виде мы катались четвером по городу с опущенными окнами нас так вот снимали телефоны люди из пробок из соседей вот и угорали над нами мы в таком виде вот выбегали и знакомились с девушками за девки идут надо выбежать девочки были просто в шоке вот идут так ржали вот были такие приколы одну девушку я не узнал после секса это такое вот четко ясное воспоминание был fast но она такая обычная симпатичная девушка ничего такого особенного нет был fast где-то примерно весной одно месяце через два я захожу в два суточный магазин и сейчас я думаю поставил мигзаводского да и понимаю что уже а где винты их просто нет они не работают здесь я даже хотел бы встретить чтобы он меня остановил сказал что-то не пристегнута охота чего какого-то такого трэша ну ладно суть не в этом че рассказывал я эту девушку просто не узнал в круглосуточном магазине искал и классно выгнешь спасибо чувак там как дела я думаю что за как дела и потом я понимаю что у меня с этой девушкой был секс а я просто ее не узнал и когда она поняла что я не узнал у нее сразу было такое выражение лица и ничего не могла сказать а просто обиделась и ушла это вот к вопросу о маленьком городе что-то еще важное 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 хотел нанести мне даже было записано по этому поводу знаешь как короче чете делать маленьком городе во первых не заморачивайся вот соблазняй ну кто-то узнает кому-то расскажет тебя бросит из-за этого но фиг с ним это жизнь мужик найдешь другую третью десятую встречи какую-то свою любовь и большинство на тебя полюбит если ты сможешь ее в себя влюбить ты скажешь да у меня было такое обильное прошлое я бледун в когда-то в прошлом я сейчас люблю тебя и мне кроме тебя никто не нужен и она тебя примет поверь мне и ничего не будет плохого вот делай расслабься и делай то что ты делаешь соблазняй подходи знакомься а вот ты уже знакомился с моей подругой да насрать скажи а сейчас я знакомлюсь с тобой потому что понравилось и хочу общаться с тобой если девушка у многих девушек такие заморочки что она по этой причине просто тебе не даст номер даже если ты ей понравился но если она такая тупая ради бога если она адекватная нормальная самодостаточная уверенная самостоятельная классно сказать да хер с ним я хочу мне понравился чувак почему нет почему я должна думать о чем-то там что по мне подумают вот и короче делай это соблазняй всех до тех пор наверное пока ты не увидишь что в направлении твоего дома идет толпа разъяренных мужиков таких знаешь с факелами с вилами как будто они идут убивать франкенштейна с палками с криками смерть сжечь его и так далее я конечно шучу но бывает такое что где-то ты у кого-то увел девушку сам того не понимаю не осознавая вернее где-то ты там драхнул что-то жену так получилось где-то еще что-то где-то ты просто как вот у нас было мы ходили по набережной знакомились с девушками и они с нами классно общались какие-то мудаки просто ходили завидовали вместо того чтобы гопники сраные вместо того чтобы подумать о том что может мне тоже стоит сходить на тренинг по соблазнению или там подумать что я делаю не так они не могли соблазнять девок но они решали что они хотят до нас докопаться дать нам пиздюлей потому что типа мы хотя бы здесь покажем что мы крутые и у нас было много конфликтных ситуаций возможно даже иногда огребали пиздюлей кто-то от нас огребал пиздюлей но все-таки в целом до каких-то жестких моментов очень жестких не доходило хотя был момент когда чувак с травматиком кидался на нас что ебать я сейчас пристрелю к девушке пристаете ну вот такая хрень это все весело мужик не надо этого бояться это жизнь чувак она должна быть интересной и я к чему говорю что может быть да десятка два-три парней в этом городе захотят в прямом смысле сжечь тебя на костре и соблазнять девок до тех пор пока ты не увидишь что в твоем направлении движется разъяренная толпа мужиков когда это увидишь быстро соберешь шмотки и уедешь в другой город более крупный ну как-то так шутки шутками конечно но в каждой шутке есть дуэль шутки вот хочется тебе еще кучу всего рассказать про Самару про мои воспоминания но об этом ты можешь прочитать либо в моей книге тренинг по соблазнению я сейчас вот в конце лета сдам еще одну книжку она будет намного интереснее а что касается Самары и Тольятти ребята в середине мая я буду в Самаре и в Тольятти скорее всего это будет ТЛТ я буду проводить семинар большой открытый семинар поэтому возможно мы с вами увидимся там об этом я еще дополнительно сообщу и хочется прям потусить в этом городе недельку хотя бы потому что сейчас он приезжает буквально на 2-3 дня и хочется вспомнить молодость соблазнить какую-нибудь самарскую девушку и хочется вспомнить молодость